Доброе утро, уважаемые телезрители! Наши студийные часы показывают 9 часов 15 минут и уже 11 секунд на календаре 2 марта. И мы продолжаем наш предупрежденный марафон в рамках программы «Выборы 2018. Дебаты». И сегодня гостями нашей телевизионной студии являются доверенные лица кандидатов на должность президента Российской Федерации. Ну, представлю их так, как они стоят от меня. Так, начнем с самой, наверное, молодой нашей участницы. Это Марина Пунько. Она является доверенным лицом Ксении Собчак. Елена Алешина представляет интересы кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Фрида Никулина представляет интересы Владимира Вольфовича Жириновского. И Андрей Морозов представляет интересы, является доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Грудинина. Итак, уважаемые гости. По традиции первый вопрос. Почему избиратели должны прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать именно за вашего кандидата? Марина, начнем с вас тогда. Почему вы должны голосовать за Ксению Собчак? Почему вы выбрали этого кандидата? Это единственный молодой участник предвыборной гонки. Это человек амбициозный, это человек образованный и человек компетентный, который может изменить наше будущее. Если среди тех, кто смотрит наш эфир, есть люди, которые хотят жить в свободной стране, быть свободными и говорить то, что они хотят, если они верят в то, что наша страна может победить и может быть свободной, мы призываем голосовать за нашего кандидата. А также, если среди вас есть те люди, которые против, против вороства, против коррупции, против несменяемости власти, то также мы призываем вас голосовать за нашего кандидата. Каждый день мы ходим на улицы нашего города, чтобы агитировать за нашего кандидата. Каждый день возле кинотеатра Центрального мы ждем вас возле нашей юрты, чтобы пообщаться и подробнее рассказать о нашем кандидате. А также приглашаем в наш штаб на Рылеево 38, офис 305, 10 до 7 часов. Мы вас ждем. Спасибо. Ровно минуты как раз сложились. Елена Николаевна, почему должны прийти избиратели и проголосовать за Владимира Путина? Мне кажется, что вчера Владимир Владимирович, наш кандидат, еще, как говорится, президент нашей страны, выступил перед всем народом со своим посланием Федеральному собранию. Хотя это послание и Федеральному собранию, но это было послание всему народу, всей России. Потому что в этом послании была представлена грандиозная программа развития всей страны и экономики, и всех отраслей, и программа внешней политики, и программа развития армии. Здесь Владимир Владимирович ответил практически на все вопросы, которые стоят перед нашей страной. Поэтому такая шикарная, такая грандиозная программа, которая, программа действия, которая позволит стране сделать существенный рывок и выйти в лидеры, в лидеры мировых держав. Поэтому мы считаем, что наш кандидат достоин поддержки всего народа, потому что он предлагает стране, предлагает россиянам... Спасибо. Минуты стекла, к сожалению. Фрида Андреевна, почему надо голосовать именно за Владимира Вольфовича? Уважаемые жители Калужской области! Предвлижается самый ответственный момент в нашей жизни – выборы президента Российской Федерации. Все зависит от того, придете ли вы на избирательный участок, сможете ли отдать свой голос за того человека, который действительно изменит жизнь в нашей стране в лучшую сторону. Каждый из нас сегодня может анализировать состояние нашей жизни в стране, каждый из нас хорошо осведомлен той информацией, которую мы имеем в средствах массовой информации. Поэтому мы должны сделать правильный выбор. Страна должна сделать мощный рывок вперед. Она не может больше стоять и топтаться на одном месте, делать заранее заведомо неисполненные обещания. Только вперед, только мощный рывок. Но это и есть программа Владимира Вольфовича Жириновского. Спасибо. Голосуйте номер три. Спасибо. Андрей Петрович, почему люди должны прийти и голосовать именно за Павла Грудинина? Спасибо. Сегодня последнее слово опять за Павлом Грудининым. Это замечательно. Дорогие калужане, Павел Николаевич Грудинин – это кандидат, который выдвинут от широкого блока национально-патриотических сил России и поддержан Коммунистической партией Российской Федерации. Почему они его поддержали? Да просто потому, что Павел Николаевич Грудинин уже шесть лет назад сделал то для простого человека в своем поселке, в своем совхозе, что нам обещают только сделать следующие шесть лет. Именно поэтому его народная поддержка растет с каждым днем. Не поленитесь. Зайдите в интернет, посмотрите, пожалуйста. Наберите «Совхоз имени Ленина Павел Николаевич Грудинин». Ознакомьтесь с тем, что он сделал, и вы прекрасно поймете, почему народ поддерживает Павла Николаевича Грудинина, а почему действующая власть сегодня так его боится. Голосуем за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо. Известное выражение такое расхожее, что в России есть только один союзник, это его армия и флот. Вот, наверное, учитывая вчерашние выступления действующего президента, давайте поговорим на эту тему. И все-таки вот в нашем мире, как вообще, исходя из вашей программы, с кем нам стоит дружить? Из вашей программы, из программы ваших кандидатов, или против кого мы будем дружить? Вот вообще, что в этом плане намечено в предварных программах у каждого из кандидатов? Мария, начнем с вас, наверное, тогда. Сейчас мы находимся в ситуации осажденной крепости. Постоянно, каждый день, с радио, с мы и с телевидения твердят о том, что у нас везде враги. Нам нужно защищаться. Недаром больше третьего выступления вчерашнего послания президента было направлено именно на эту тему. Какое у нас вооружение, чего мы достигли, как хорошо мы защищены от врагов. А не проще ли сначала начать с себя, с нашего внутреннего состояния? Потому что жить так, как мы сейчас живем, невозможно. Нужно думать о внутренней ситуации, а не о внешней. Но, тем не менее, в программе нашего кандидата есть, и, конечно же, этот аспект, это важный аспект, я не спорю. Но в программе моего кандидата сделан упор на то, что у нас не должно быть врагов. Таких врагов, от которых надо таким образом защищаться, чтобы большую часть бюджета направлять именно на это. Мы, наоборот, должны искать союзничество. И, в первую очередь, для нас союзником должна стать Европа. Нашими друзьями должна стать Европа как источник капитала, источник технологий, источник развития бизнеса. Поэтому мы должны стать такой же европейской страной. У наших людей они живут так плохо, что даже не имеют возможности сделать себе загранпаспорт и посмотреть, как живут люди. Не то, что в Европе, а даже рядом. Почему? Это проблема сделать загранпаспорт? Нет, это не проблема. Просто вы посмотрите статистику. Сколько человек у нас имеет, какое количество людей имеет загранпаспорт. Это другой вопрос. Это другой вопрос. У людей нет возможности. Нет денег, нет возможности финансовой, да, финансовой возможности сделать загранпаспорт и съездить посмотреть, как живут люди в Европе. Мы должны к этому стремиться, а не искать врагов. Это основной как бы пункт программы. То, что мы ищем союзничество с Европой, не видим врагов НАТО. Это не враги. Далее. Мы должны немедленно остановить военный конфликт на Украине и военный конфликт в Сирии. Это необъявленные войны, в которых принимает участие огромное количество российских военнослужащих. Это те люди, которые гибнут там и материалы, к которым приходят похоронки. У нас есть документальные свидетельства. Их можно посмотреть. Эти все расследования, они известны. Это должно быть немедленно прекращено. Также важнейшие внешнеполитические решения не должны приниматься среди чиновников. Они должны быть выставлены на всеобщее обсуждение и приниматься и в регионах, и в гражданском обществе. Не так, как это делается сейчас, когда решения принимаются президентом и группой небольшой чиновников. Также мы должны немедленно и последовательно добиваться отмены санкций, которые сейчас наложены на нашу страну. Это тормозит развитие нашей экономики. Мы должны этого добиться. Отмены этих санкций постепенно и отменить политику импортозамещения. Время стекло, к сожалению. Елена Николаевна, вчерашнее выступление действующего президента, он и кандидат, который вы представляете лично на вас. И какое произвело впечатление. И вот это выражение, кто хочет мира, тот должен готовиться к войне. Не мы, к сожалению, его придумали, но мы оказались в той самой ситуации, если исходить из вчерашнего послания. Ну, тот, кто внимательно слушал послание Владимира Владимировича, обратил внимание на то, что он сказал, что мы ни на кого не собираемся нападать. Мы ни у кого ничего не собираемся отнимать. Мы просто хотим мирно жить. Мы просто хотим развивать свою страну. А для того, чтобы развивать свою страну, нужны мир и стабильность. Так вот, наша крепкая армия и возможности этой армии, которые были продемонстрированы вчера президенту, показали, что это надежный щит, который сможет защитить страну от возможных внешних нападок, внешних агрессий. Точнее, даже просто отбить желание, отбить такую мысль напасть на нас и вообще каким-то образом влиять на нашу страну. Владимир Владимирович всегда подчеркивал, и выступая в Мюнхене в 2007 году, он говорил о том, что Россия хочет развиваться и будет развиваться как суверенная страна. Что Россия имеет свои интересы и будет вести свою внешнюю политику таким образом, чтобы свои интересы защищать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно развиваться внутри страны, нужно развивать экономику, нужно понимать, что для того, чтобы развиваться, нужно быть в безопасности. Посмотрите, какая у нас огромная страна, какая у нас огромная территория, но у нас мало людей. У нас огромные богатства, но у нас не хватает людей для того, чтобы активнее развивать страну, для того, чтобы можно было защитить ее ресурсы от желания ими поживиться. Поэтому направление, которое задал Владимир Владимирович в отношении внешней политики, в отношении развития армии, правильное. Ну а внешняя политика? Мы не ищем врагов. Обратите внимание, Владимир Владимирович всегда говорит очень корректно, даже тогда, когда затронуты наши интересы, когда нас оскорбляют и обижают, он все равно называет всех партнерами. Когда говорят о том, что НАТО не представляет нам никакой угрозы, почему она продвигается к нам на восток? Тоже непонятно. Почему все ближе и ближе расположены базы НАТО? Посмотрите, во всем мире базы в Соединенных Штатах Америки. Разве у нас есть такое количество баз? Они-то для чего готовятся? Для какого мира? Для чего им все это? Ну а война в Сирии? Да, много споров было по этому вопросу, и мнения разделялись. Но хочу сказать, что соответственный международный терроризм и ИГИЛ, который окопался в этой стране, в общем, он представлял реальную угрозу всему миру, в том числе и нашей стране. И мы видим, сколько было банк-подпольей, банк-формирований в нашей стране, которые ликвидировали правоохранительные органы. И необходимо было эту гидру уничтожить. Россия ведет политику, в общем-то, мирного существования с другими странами. Она приглашает к партнерским отношениям, она приглашает к дружбе, она не навязывает своего мнения. И Владимир Владимирович всегда говорит о том, что не должно быть однополярного мира. Елена Николаевна, к сожалению, время стекло. Да, мы за многополярный мир. Спасибо. Фрида Андреевна, Владимир Владимирович достаточно долго в политике находится. Он, наверное, такой политический тяжеловес по-хорошему, если об этом говорить. Да, но в свое время даже было неукриватое выражение, там, омоем сапоги в Индийском океане. Сейчас, понятно, он риторику несколько изменил. Что в его предвыборной программе сейчас значится, что касается оборонного комплекса, нашей армии, международной политики? Тем более, он же сам, у нас же политолог, специалист по международным отношениям. Ну, все мы знаем Владимира Вольфовича Жириновского. Он и не зря выдвинулся в кандидаты президента, потому что это очень опытный политик. Это политик дальневосточных и наших южных стран, которые прилегают к нашей стране, к нашим границам. Он востоковед. Это очень грамотный и умный политик. Еще 15 лет назад Владимир Вольфович говорил о нашей армии. Он говорил, чтобы армия была по контракту, что сейчас мы и видим, что больше 50% у нас уже контрактники. То есть план, по которому ставил сам Жириновский, как дипломат, как политик, он уже выполнен в нашей стране. Владимир Вольфович Жириновский также говорил, чтобы была армия сильная, Ее обязательно необходимо вооружать новейшей техникой. И наша страна сегодня, по докладу действующего президента, блестяще справилась с этой задачей. Это надо отмечать. И у нас большая гордость за нашу страну, что наша армия сегодня может защитить все большие границы нашего государства и заботиться о наших людях, чтобы они мирно жили. Больше того, Владимир Вольфович Жириновский еще 15 лет говорил, что каждый солдат, который идет в армию, должен иметь жилье и получать хорошую заработную плату. Сейчас из выступления действующего президента мы услышали, что действительно очередность в армии сократилась. Это тоже радует. Поэтому такой курс, он должен продолжаться не только в нашей армии, но и в других вопросах нашей жизни, нашего народа. Внешняя политика, конечно, имеет много отдельных неприятных отношений к нашей стране. Где-то законных, а может быть, где-то и незаконных. Можем взять наших спортсменов. Как не предусмотрели заранее, что как могут нас так подыграть, чтобы мы не попадали на Олимпийские игры. И благодаря мужеству наших спортсменов, которые имеют тяжелейший труд, чтобы выступать на соревнованиях и на тренировках, защищать нашу страну с большой гордостью. И мы гордимся этими людьми. У нас блестящий дипломат Лавров. Но блестящий дипломат Лавров один, он также не может сделать один в большей степени. Должны быть определенные кадры дипломаторов других государств, других странах. И реагировать на выпадки других стран по отношению к нашей стране Владимир Вольфович считает резко и адекватно. Спасибо. Андрей Петрович, Павел Николаевич Грудин, что он предлагает по этому вопросу, который мы сегодня обсуждаем в студии? Давайте поговорим в первую очередь о дипломатии. Все начинается с дипломатии. Правильно? Есть дипломатия экономерок, а есть дипломатия дипломатия мирных. И поговорим о ней честно. Мы сегодня потеряли нашу братскую Украину. А потеряли ее именно потому, что когда наши так называемые партнеры там вели серьезную дипломатическую работу, у нас послами там назначались отставные чиновники. Сначала Черномырдин, потом Зурабов. Результат вы видите. Наша власть нам громко заявляла о том, что Курильские острова – это только наша территория. Сегодня мы уже обсуждаем договор о совместном использовании этих территорий. Наверняка многие из телезрителей знают, что сегодня за так Китаю отданы огромнейшие территории в Преамурье с правом пользоваться недрами. Многие знают то, что сегодня Китай вырубает нашу сибирскую тайгу. И не менее 500 вагонов ежедневно уходят с нашей территории России в Китай, груженные лесом. Это тоже факт нашей дипломатии сегодняшней. Ну, последний пример, вот вопиющий уже сказали, это, конечно же, вопиющий пример провала дипломатии – это Олимпиада. Когда наши герои-спортсмены шли в серых мышиных одеждах под белым флагом. Это просто недопустимо. А почему так происходит? А происходит это просто потому, что в мире никто никогда не будет уважать страну, которая, имея огромные богатства, держит в нищете большую часть населения. Никто никогда не будет уважать страну, которая позволяет человеку, который украл миллиард, не сесть в тюрьму, а быть зачисленным в элиту. Которая позволяет вывозить народные богатства из страны. И за последние 10 лет более чем на 1 триллион долларов вывезено этого народного достояния. Вот вам живые примеры. При этом мы сейчас пытаемся подкупить соседние какие-то страны, списывая им долги. 150 миллиардов долгов списано. А при этом мы не можем найти у себя в стране деньги на лечение детей. У нас нет денег на развитие собственной промышленности, сельского хозяйства и экономики. Но при этом мы исправно покупаем акции правительства США, их облигации, тем самым помогая развиваться их экономике. Вот это живые примеры. Бряться не оружием, это, конечно, не выход. Это всегда порождает негатив и злобу. Павел Николаевич стоит на позиции такой, что сначала должна работать дипломатия. Но дипломатия сильной и уважаемой страны. Уважает только сильных и достойных. Все это должны прекрасно понимать. Спасибо. У нас остается еще время определенное. Давайте буквально такой коротенький блиц. Если вдруг ваш кандидат станет президентом, с чем начнет? Вот в пределах одной минуты. Марин, давайте с вас. Что Ксения Анатольевна сделает? Именно во внешней политике? Давайте здесь... Мы говорим сегодня о внешней политике. Давайте как-то удержаться этой темы. Очень больной вопрос. И он главный в программе Ксения. Это, конечно, вопрос Крыма. Возрождение демократии у нас в России невозможно без решения этой проблемы. Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Хотя даже если многие жители, которые там живут, когда был проведен референдум, он был проведен со значительными нарушениями, Ксения Анатольевна предлагает провести повторный референдум, но не сразу так, как он был сделан, а дать год на законную агитацию, законную свободную общественную дискуссию. Будет с агитацией провести и все это обсудить. Понятно. Елена Николаевна, что Владимир Владимирович? Я думаю, Владимир Владимирович уже свой план действий высказал. План большой, грандиозный. И я думаю, что он начнет с того, что будет готовиться мероприятие по реализации этого плана. То есть будут намечены соответствующие программы, направления действий, определены кадры, которые будут этим заниматься. Но в отношении Крыма, вопрос с Крымом закрыт. И об этом сказал президент, и его поддерживают, в том числе и жители Крыма. Конечно, мы можем говорить о том, что надо проводить какие-то дополнительные референдумы и так далее, но этот вопрос закрыт, потому что Крым поддержал Россию, он высказался в отношении быть с Россией. И поэтому я думаю, что с Крыма как раз президент и не начнет, а будет реализовывать свою программу. Хорошо. То есть вы ответили общими фразами. Реализовывать общую программу. Вы знаете, у него нет общих фраз в его программе. Его программа конкретная и реализована. Вы ответили конкретные фразы. Крым. Сейчас у нас главная проблема в стране – это Крым. Уважаемые коллеги, время Фрида Андреевна, поэтому дайте ей слово. После победы на президентских выборах первые шаги Владимира Вольфовича Жириновского – развернуть в сторону человека. Только в сторону человека развернуть все действия, чтобы нашему человеку не жилось в бедноте, в нищете, чтобы этот человек улыбался. Во внешней политике Владимир Вольфович считает заменить очень многих дипломатов, чтобы наша дипломатия работала на опережение и не допускать таких ляпсусов, которые у нас происходили сейчас в нашей стране. Кроме того, сейчас уже сформировано правительство и в случае победы на президентских выборах Владимира Вольфовича правительство будет работать на благо нашей Родины. – Спасибо. А что Грудинин, если перефразировать известный лозунг другого кандидата? – Это слабое сравнение. – Нет, а что Грудинин предложит по данному вопросу? – Павел Николаевич Грудинин говорит о следующем. Умное государство должно заниматься тем, что множить друзей, а не врагов в первую очередь. Но для этого оно должно иметь сильную экономику и должна вести себя на международной арене так, чтобы его уважали. И поэтому, конечно, в первую очередь первые шаги Павла Николаевича Грудинина будут направлены на восстановление нашей экономики и на поддержание населения. Конечно, будет введен прогрессивный налог, который позволит поддержать бедных, снять с них полностью налоговую нагрузку. Взять необходимые средства у богатых. Центробанк должен работать на нашу страну, на развитие нашего производства и сельского хозяйства. Ну и, соответственно, есть очень много других хороших вещей, которые написаны в программе Павла Николаевича Грудинина, которые мы все после 19 марта вместе с вами, избиратели, будем реализовывать в нашей стране. Пожалуйста, приходите 18 марта и голосуйте за Павла Николаевича Грудинина. Это наш президент. Спасибо. Ну и по традиции, как-то мы так уже традиционно завершаем наши дебаты, именно в пределах одной минуты обращения к избирателям по поводу выборов предстоящих. Барин, ну опять с вас начинаем. Как обычно. 18 марта я призываюсь прийти на выборы и проголосовать против всех. Против всего того, что творится в нашей стране и выразить свою гражданскую позицию. Несколько цифр. В России тратится 2,7% на наше здравоохранение. Закрыто. 10,7% было больниц, стало 5,35 тысяч. Станцией скорой помощи было 3,276, стало 2,576. 150 миллионов в день тратится на войну в Сирии. Подумайте над этими цифрами. Сделайте свой правильный выбор. Голосуйте против всех. Пятый номер бюллетеня Ксения Собчак. А вы призвали против всех голосовать. Получается против всех? Против всех. Против остальных кандидатов. Против ситуации в нашей стране. Елена Николаевна, пожалуйста, ваше мнение. Против той графы, которую нас отобрали. Конечно, голосовать против всех, естественно, не надо. Потому что страна должна жить дальше, развиваться. И голосование против всех – это голосование ни о чем. Мы призываем голосовать за нашего кандидата. Но наш кандидат Владимир Владимирович Путин, встречаясь со своими доверенными лицами, сделал акцент на то, что люди должны в первую очередь прийти на выборы и сделать свой выбор. Не обязательно в его пользу. Необходимо сделать выбор такой, который человек считает нужным сделать для себя. То есть ту программу, которую он поддерживает, ту программу, которую он разделяет. Но мы, конечно, естественно, призываем за нашего кандидата. Мы считаем, что Владимир Владимирович – сильный руководитель, сильный президент, который сможет вывести страну из, в общем-то, достаточно сейчас сложного экономического положения. Которому он привел. Ну, вы знаете, не все так просто в этой жизни. Ну, это просто время, к сожалению, да. Поэтому время Владимира Вольфовича. Фрида Андреевна, пожалуйста. Уважаемые избиратели, вы просто обязаны прийти на избирательные участки и действительно отдать свои голоса за того, кто вам больше понятен, кто действительно может изменить вашу жизнь, кто действительно повысит вам пенсии, кто действительно выселит вас из ветхого жилья и представит новое жилье, кто даст свободу, свободно учиться и бесплатно в школах, и в медицине обслуживаться. Голосовать нужно за нашего Жириновского Владимира Вольфовича. Кроме того, я приглашаю голосовать за Владимира Вольфовича Жириновского, коммунистов, членов Единой России, всех других фракций, которые понимают политику, которую ведет Владимир Вольфович Жириновский для улучшения нашей страны. Голосуйте за Жириновского. Спасибо. Андрей Петрович, пожалуйста, ваше время. Дорогие друзья, нас с вами опять просят на 6 лет погрузиться в стабильность. Ту стабильность, которую мы с вами ежедневно видим за окном. Ежедневно видим на ценниках в магазинах и на автозаправках. Ежедневно видим в аптеках и медучреждениях. Павел Николаевич Грудинин говорит о другом. Наша экономика должна быть сильной, страна должна быть уважаемой. А главное, люди, которые в ней живут, должны не существовать, а достойно жить. Поэтому я призываю вас всех задуматься об этом и 18 марта прийти на избирательные участки и отметить пункт номер 2 Павел Николаевич Грудинин. И с 19 марта мы с вами уже начнем жить в новой стране и строить новое социально ответственное государство. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, мы не говорим вам сегодня до свидания. Мы с вами... Наши дебаты мы продолжим в понедельник, 5 марта, в 9 часов, в 15 минут. А я напомню, что сегодня гостями нашей студии были Марина Пунько, доверенное лицо кандидата на должность президента Ксении Собчак. Елена Алешина представляла кандидат на должность президента России Владимира Путина. Фрида Никулина представляла Владимира Вольфовича Жириновского, который также баллотируется на должность президента Российской Федерации. И Андрей Морозов представлял кандидат на должность президента России Павла Грудинина. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо вам, уважаемые телезрители. До встречи в понедельник в 9 часов 15 минут в рамках программы «Выбор-2018. Дебаты». Редактор субтитров А.Семкин